Науковцы кажут, что сядиба у Ёссы-Хальч – объект для Гомельской области уникальный. Не только палацов, которые побудованы в стиле позднего классицизма тут николи не было, а лет до нашего часа они практически не заховались. Кальчанскому пошанцевало неопочную чергу тому, что у сядибы постоянно находились организации, которые сочились за будинком. Наверное, не глядя на то, что працавали они у самых разных накерунках, теперь это доречи так само сторонки местовой истории. После революции грамадянской войны тут проживали беспритульники, потом находилась администрация турмы для женщин и детей Народного комиссариата внутренних справ. У наступной годы у булой сядибы размещались клуб и колгасная контора. С конца 70-х годов минулого 100-го года Хальчанская сядиба належит Гомельскому палацово-парковому ансамблю. В той час будинок еще находился у неодренном стане, и размыва об его реконструкции не было. В селях Мрази тут навод выставы проводились. Проблемы почались не дзе на початку 90-х, коли не стало союзных сродков, а в Беларуси необходимо было терминово выращать по-чернобыльской проблемы. Негде сказать, что инвесторов никто не шукал. В 2012-м, например, один из белорусских предпринимательников выказал в жадание створить тут элитный медицинский реабилитационный центр, а ли реализовать планы не с долю. Для новых потенциальных инвесторов Палацово-парковый ансамбль расспросовал некий пропанов. Здесь можно сделать такой культурно-музейно-культурно-развлекательный центр. Часть помещений используется под музейную экспозицию, часть под гостиницу, часть можно какой-то зал для проведения торжественных мероприятий. Потому что здесь очень, с той стороны, там есть площадка с выходом на террасу и прекрасный вид на реку Сож. Поэтому это может быть многофункциональное учреждение развлекательного типа. Усе работы по наведению парадку на территории Сядибы у Весы-Хальч у Палацово-паркового ансамбля узгоднились с Министерством культуры. В администрации кажут, что только сиолета выездов волонтерских отрадов будет некакий, а в наступном годе работы протягнутся снова. Уречься, размолы идей не только по наведению парадку на объекте историко-культурной спадщины, а и створением активностью для проведения тут полномасштабных пошуковых работ с уделом прессийных археологов. Волонтерские работы будут проводиться еще не раз. В дальнейшем планируется, во-первых, найти старинную лестницу, ведущую к реке Сож. Во-вторых, нужно провести археологические раскопки для того, чтобы выявить фундаменты двух флегелей, которые находились возле усадьбы. Но для этого нужно еще получить открытый лист и, собственно, расчистить парк. Олег Сентюров, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель», Ветковский район.